Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать о своей коллекции очков. В общем, мне задавали такой вопрос, какие очки я вообще предпочитаю носить, какие для чего, какие удобные, какие неудобные. У меня их на самом деле очень много. Именно солнцезащитных у меня вот такое вот количество. Первые очки это очки спортивные, соответственно. Я их приобретала не для спорта. Я их приобретала, потому что они несут с собой спортивный характер. Даже если ты одет в джинсах, в какой-то куртке, у тебя рюкзак и кроссовки, либо кеды какие-нибудь, то, соответственно, такие очки, они все равно как-то дополняют этот образ. Какие-то классические под такой образ в основном не подходят. Как вы можете видеть, у них такая форма, немножко похожая на Ray-Ban. В то же время это что-то такое спортивное, потому что здесь есть вставки такие с красно-белыми полосками. И здесь нет вот этих вот, как я называю, дужек для именно подставок для носа, поэтому они очень удобные. Когда я сюда шла снимать только это видео, было очень пасмурно. Я даже думала, что пойдет дождь, но, как вы видите, солнцезащитные очки и вышло солнце. Закос под Ray-Ban, это было приобретение у меня из Avon. Они мне тогда еще в самом каталоге понравились. И, как вы видите, у них есть вот эти вот подставки для носа. И они, в принципе, удобны, видимость нормальная, после них не болят глаза. При ходьбе, за счет вот этих подставок для носа, очки при ходьбе сползают. Вокруг меня тут куча пауков ползает, а я их до жути боюсь. Интересные, смешные даже где-то. Они мне очень нравились в свое время, приобретала я их в Воронеже. И мне они нравились за счет своей какой-то, может быть, необычности. Но в них, опять же, есть вот эти вот подушечки для носа. И что-то похожее, наверное, на кошачью форму. Ну, сами стеклышки круглые, но сверху были какие-то всегда вставки. Вот была одно время мода. Я также приобретала их в Воронеже. И они мне нравятся. Они меня устраивают. И у них нет вот этих подушечек для носа. Но они у меня все равно сползают. Это уже минус самой модели. И также в Воронеже я приобретала вот такую вот первую мою кошачью форму очков. Она не совсем кошачья, наверное, но вот что-то приближенно к этому. Вот даже сейчас я смотрю, что никак не искажает абсолютно видимость никакую. Они очень удобные, комфортные. Стоили 3 копейки, как сейчас помню. И они очень удобные. Они вот ложатся, как влитые просто в мое лицо. И вот эти вот тонкие дужки придают, наверное, я не знаю, какой-то изящности. Форма их очень напоминает такую форму. Что-то есть у них такое, похожее. Но эти очки удобнее, чем вот эти. Эта модель вообще, мне кажется, универсальная. Подойдет под все и вся. И они удобные. Они не сползают. Они смотрятся прикольные. Они не какие-то темные выразительные. Они не какие-то цветные. Они вот именно те, которые подойдут на каждый день и подо все. Очки из зола. И у меня есть с ними видео. Ответы на вопросы. Больше, наверное, мужская модель. Подушки здесь, они хлипенькие такие, я бы сказала. И они такого вот ядреного оттенка. Но, честно вам скажу, они неудобные. Они удобные для какой-то тоже съемки, фотосъемки. Но не для хождения. Потому что, опять же, здесь вот эти идут подушечки для носа. Я также их приобретала в магазине зола. И это очки уже более классические, которые подойдут. Может быть, подплатья какие-то. Может быть, подкожанную куртку. Джеггинсы, леггинсы. Не знаю, узкие штаны. И, в принципе, даже можно кеды натянуть. Можно, в принципе, сочетать с чем вам нравится. Но я, допустим, не могу в спортивной одежде носить, допустим, такую вот модель. Классический какой-то вид. Но в то же время они какие-то вот, ну, именно не такие. Не повседневные, я бы сказала, и не спортивные. А что-то вот такое вот более элегантное на выход, что ли. Я не знаю, как объяснить. Но они удобные. Они не скатываются, не падают. И следующая модель, которая многим не понравилась, когда я снимала видеотек. Эта модель именно круглая. Я очень мечтала о такой модели. Но все, которые я меряла, мне не подходили. За счет того, что либо очень большие, либо слишком широкие. Либо вот они сползают, либо еще что-нибудь. Эта модель сама по себе тугая. И очень тонкие дужки сами идут. И здесь есть вот эти вот для носа подставки. Но очки настолько тугие, что в принципе они сидят и никуда не сползают. Я не знаю, каким образом. Похоже на обычную, якобы классическую модель, мне кажется. Но они немножко странные. И вот я их одеваю сейчас. И мне кажется, все вокруг намного светлее, чем на самом деле. Многим она может не понравиться, но они удобные. Реально удобные. Последняя уже модель на сегодня. Это вот такие вот тоже как бы классические. Мне кажется, я уже сказала много раз это слово. Но в моем понимании классика вот это и это. Это разные вещи. Это более женственные классические. А это более спортивные классические, что ли. Вот как-то так. Я думаю, вы меня поняли. И здесь, что меня привлекло в этих очках, это сама душка. Она такая элегантная, красивая, утонченная. И сама модель очень похожа на те модели, которые мы привыкли носить раньше. Большие оправы, большие очки. И такие очки сейчас возвращаются снова в моду. Модель, в принципе, мне подходит, ну как мне кажется. Я не знаю, вы напишите вообще в целом, какие вот из моделей очков, которые я вам показывала, мне больше идут, какие нет. И именно по нумерации первые, там вторые не очень идут, там или третьи вообще отстой. Вот как-то так. Потому что у меня есть некоторые сомнения по поводу нескольких очков. Тем более, что я большую часть, которую я вам показала, я не ношу. Поэтому я надеюсь, вы мне поможете в этом немножко. Ну, а я с вами прощаюсь. Чуть не забыла показать вам очки, которые у меня идут для зрения. У меня немножко стало падать зрение. И я себе заказала такие очки с диоптрией, именно в оптике. Выбрала оправу именно вот такую. Вы уже могли их видеть на мне в видео тоже. Ответы на вопросы. Эта оправа мне больше всего подходит. Стараюсь меньше носить. В принципе, я их заказывала только для тех моментов, когда я монтирую видео, сижу долго за компьютером. А это у меня очень часто бывает. Они у меня идут для этого специально с диоптрией. И, соответственно, антибликовые. Жгут глаза, пекут глаза. Тогда я их одеваю. Потому что раньше у меня часто уставали глаза. Сейчас мне кажется, из-за того, что я стала пить витамины, может быть, это повлияло. И мне как-то стало лучше. Вот я их сейчас даже одела и чувствую какой-то дискомфорт. И глазам некомфортно. Потому что я уже давным-давно ими не пользовалась. Спасибо вам за просмотр, за то, что заглянули, побыли со мной сегодня. Или я с вами. До новых встреч. Я всех вас целую, обнимаю. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok